Самоходные гаубицы «Паладин» прибывают на полигон в окрестностях города Дравско-Поморске на северо-западе Польши. Они проделали трехдневный марш из немецкого порта Бремерхафен, куда их перебросили из Соединенных Штатов. Артиллерийские установки входят в состав 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США. Переброска осуществляется в рамках операций НАТО «Атлантик Резолф». Капитан Джои Гонсалес рассказывает о миссии, возложенной на него и его сослуживцев. «По большому счету, задача нашей части – укрепление связей с союзниками и партнерами по НАТО в ходе учений, которые мы проведем здесь. Сейчас мы разгружаем то, что доставили из Соединенных Штатов – наши орудия, машины для перевозки боеприпасов, передвижные командные пункты и вспомогательную технику». Личный состав высаживается в аэропорту. Первые учения американских и польских военных начнутся в конце января. Американцы перебрасывают в Европу около 4000 солдат и сотни единиц техники, включая танки и БМП. Это самое крупное перемещение американских войск на континенте после окончания Холодной войны. Летом прошлого года лидеры стран НАТО приняли решение разместить четыре многонациональных батальона на восточном фланге Альянса в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Цель операции «Атлантик Резолф» – сдерживание России. Она призвана убедить восточноевропейских союзников, что блок в случае необходимости придет им на помощь. Москва называет действия Запада необоснованными и агрессивными.